так у нас на повестке дня трехглазая ворона это группа по сновидениям разбиты на 12 реч по 12 архетипам и мне очень интересно форма форма но это будет курс он будет и терапевтический и обучающий там будет много лекционного материала там будет много бесед мы будем что-то выяснять следствие придется думать участникам тут никуда не денешься это работать и ментально и эмоционально и основываемся мы на юнгианской теории архетипов существует шесть мужских шесть женских архетипов каждый раз будет разбираться один архетип поэтому 12 занятий эти архетипы такая вещь которая общей для всего человечества они лежат в основе нашего нашего сознания наверное смело можно заявить что у платона это соответствует идеям есть идеи которые воплощаются в реальном мире просто не буду сильно забегать вперед об этом будем уже ну то есть это не некоторые вещи скажем так в сознании которые вообще формируют реальность вот так формат формат двухчасовое занятие идет в результат в котором мы затрагиваем архетип смотрим что это такое что-то для каждого из нас как это влияет на нашу жизнь как мы с ним обращаемся какое отношение какую позицию мы занимаем к нему насколько она осознана вообще насколько этот архетип нам помогает или разрушает нашу жизнь и в конце каждого занятия я работаю индивидуально с одним из участников разбирая его сон таким образом чтобы все получили индивидуальную работу со мной естественно во время это будет контекстуально то есть будем работать как-то с этим архетипом я еще постараюсь у людей запустить этот процесс погружения с каждым разом все глубже и глубже погружение в мир бессознательного только безопасного погружения на безопасного потом поднять на поверхность чтобы вообще собрать материал себе то есть в чем будет заключаться терапевтический эффект в том что я только прошу сразу заметить терапевтические не в смысле что мы будем лечить людей а смысл что мы будем помогать их личностному роста то есть по-хорошему психотерапия это означает забота о душе в каком-то плане мы будем заботиться об душе через работу основе со сновидением как сказать основной инструмент заботы о душе по моему и я так и работаю это изучение себя понимание себя когда я понимаю себя я уже могу не вредить себе как-то вообще действовать в этом мире иначе чем раньше и жить более может быть да пожалуй более качественно ну кроме теоретического и практического знания архетипов до которая там вот она может помочь может не помочь в жизни каждый человек для себя получится вообще процесс результат именно терапевтический то есть человек вообще поймет себя ответит может быть может быть не все но я постараюсь чтобы все ответили на вопрос кто я зачем я куда я что в голове ну пусть будет из головы ну я не знаю из головы не из головы где там голова у нас работает как что и генератор или приемник какой-то информации но в любом случае это из это то что заложено уже в бессознательном в непроявленном виде она тонны бессознательно этот непроявленная информация у нас где-то там у нас есть вообще вся информация про нас вот попробуем ее как-то добыть без экстрасенсов колдунов своими силами то есть там не будет до ведьмаков никаких у нас кстати будут ведьмаки у нас кстати будут ведьмаки в том плане что есть архетип колдуна вот мы его затронем да то та часть которая отвечает за темное колдовство в нашей душе слушай ну а ты сказал вот что я не знаю как помогут архетипы не помогут жизни но по факту базовое знание их она же в жизни применимо ну да но я только не хочу чтобы мы были есть вот такое сообщество как юнгианцы да это ближе уже какому-то фэнтези я не знаю они просто разговаривают у них как у любой пардон секты существует своя терминология да в которой они друг с дружкой вот это общаются и они говорят да это у тебя тут двойник у тебя тут сейчас близнецы близнецы там родителя колыхнула до резанула по вот этой травме ни в коем случае мы не будем погружаться в бредятину царь у тебя там да там трикстер да трикстер сейчас у всех вот если там выходишь на их форумы там обязательно только про трикстер трикстера тоже будем разбирать но постараемся быть более здравыми реальными в этом всем постараемся все-таки от этой магии уйти к науке это не будет скучно обещаю это это не такая наука что будет скучно потому что это будет затрагивать каждого из нас лично в повседневной жизни это это не это не оторвано повседневной реальности мы постоянно сталкиваемся с этим просто не осознаем мы вообще очень часто спим в реальности в бодрствующей реальности сновидим и понятия об этом не имеем нам кажется что просто что-то не то происходит что-то не то как-то ну вот когда какая-нибудь ситуация выходит да не обязательно это почувствовать это можно вообще отловить своим вниманием много здесь существует я не буду рассказывать как я например это делаю но это может показаться что вообще фильм про меня снимает потому что начинает вдруг сбываться какие-то вещи которые сновидения как только ты начинаешь отлавливать вот тут они и сбываются таким образом своим вниманием мы нечто даже создаем создаем реальность и не буду сильно вдаваться чтобы подробности чтобы не не показалось что сейчас мы куда-то в зеландо уйдем типа там трансферфинг реальности ни в коем случае не в эту фигню потому что я не хотел бы развивать шизофрении у наших людей мне как раз хочется чтобы просто здраво и здраво и трезво смотрели на вещи вот повседневное скажем так состояние ума оно не такое уже здравое не такое уже трезвое но скорее тоже какая-то некое объединение которое у нас у всех ну такой наркоз под наркозом все мы бродим да иногда мы можем выныривать из этого наркоза хотелось бы научить этому в том числе путем внимательного отношения к тому как архетипы на нас то влияет в реальности как это в реальности происходит между тем как мы с людьми не общаемся